Служение Дерека Принца представляет Кассета номер 1120. Последнее Слово Бога. Послание к евреям с 11 главы 28 стиха по 12 главу 2 стих. Мы дошли до послания к евреям 11 главы 28 стиха. Здесь продолжается описание достижений Моисея по вере. В прошлый раз мы прервались из-за нехватки времени посреди описания того, чего Моисей достиг по вере. Теперь мы дошли до 28 стиха. Верой он совершил Пасху и пролитие крови, чтобы истребитель не коснулся их первенцев. Конечно же, здесь речь идет о церемонии Пасхи в истории Израиля. Я указал соответствующее параллельное место, хоть и не думаю, что мы откроем это сегодня. Но это место — это книга Исход, 12 глава, стихи с 21 по 30. Я уверен, что большинству из вас знакома эта история. Бог собирался совершить суд над египтянами, потому что фараон упорно ожесточал свое сердце и отказывался исполнить Господнее повеление отпустить израильтян. Этот суд должен был выражаться в том, что в полночь через всю страну должен был пройти ангел-губитель и убить первенцев во всех домах и среди всех животных. В полночь должны были погибнуть все первенцы, как среди людей, так и среди животных. Но для того, чтобы уберечь израильтян от этого божьего суда, Господь установил церемонию Пасхи. Каждый отец израильтянин должен был найти агнца без порока, заколоть его в установленный день и час, собрать кровь в чашу или какой-нибудь другой сосуд, а затем покрапить этой кровью свой дом снаружи на перекладину и на оба косяка дверей. Кровь нельзя было крапить на пол, потому что она была освященной, и по этой крови никому нельзя было ходить. Вторая часть церемонии, о которой здесь не говорится, состояла в том, что в тот же вечер израильтяне должны были съесть плоть агнца. Есть ее они должны были с горькими травами, и при этом с припоясанными череслами и посохами в руках, потому что им предстояло пуститься в долгий путь, который, в конце концов, должен был привести их в землю обетованно. Конечно же, эту церемонию, хоть и в ином виде, до сих пор проводят евреи, что длится уже более трех тысяч лет. Давайте задумаемся о значении того, что Бог попросил сделать Моисея. Агнец, как и все животные, приносимые в жертву по Ветхому Завету, но особенно Агнец, служил прообразом Господа Иисуса Христа, Агнца Божьего. Вы помните, что когда Иисус появился на берегу реки Иордан, чтобы начать свое служение, то его предтеча, Иоанн Креститель, сказал о нем, «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира». Услышав фразу «Агнец Божий», все израильтяне сразу же должны были вспомнить церемонию Пасхи. Иоанн Креститель имел в виду следующее. Этот Агнец, Иисус, обеспечит искупление не только еврейскому народу, но и всему миру. Меня всегда поражает то, что кровь можно было использовать лишь одним способом. Если вы прочитаете это место, то увидите, что каждый отец должен был взять пучок из сопа, и это очень распространенное на Ближнем Востоке растение, обмакнуть его в кровь и помазать ею свой дом снаружи. Я постоянно делаю такое заявление, которое, как я верю, относится к христианам. Кровь в сосуде никого не защищала. Она должна была перейти из сосуда на дом, и только так она предоставляла защиту. Кровь из сосуда на дом было разрешено переносить лишь одним способом, а именно, маленьким пучком из сопа. Из соп – это очень распространенное растение, которое стоило дешево, его нетрудно было достать. Я верю, что пролитая на кресте кровь Иисуса обеспечивает полное искупление всем верующим в Него. Но сам факт, что кровь была пролита, еще никого не защищает. Эта кровь должна была перейти из иносказательного сосуда в то место, где находимся мы, туда, где нам нужна защита. Насколько я понимаю, единственный способ, которым мы можем перенести кровь Иисуса так, чтобы она покрывала и защищала нашу жизнь, – это исповедание наших уст. В Откровении, 12 главе 11 стихе, о побеждающих святых сказано так «Они победили сатану кровью Агнца и словом своего свидетельства». Другими словами, они победили сатану, когда лично свидетельствовали о том, что, как сказано в Слове Божьем, для нас делает кровь Иисуса. Я думаю, что это ярко показывает то, как жизненно необходимое исповедание, правильное свидетельство, правильные слова, исходящие из наших уст. Мы можем верить в Иисуса, мы можем верить в Его кровь, но мы не будем защищены до тех пор, пока не станем совершать исповедание, которое помажет Его кровью нашу жизнь. В моем плане конспекте, вы увидите, что мы повторяем два принципа, которые уже определили. Принцип номер семь – вера должна быть исповедана. И принцип номер девять – Бог почитает исповедание нашей веры. В данном случае исповедание веры проявилось в публичной демонстрации крови Агнца с внешней стороны дома, так, чтобы ее увидел Бог и ангел-губитель. Возможно, мне стоит упомянуть об одном случае, который мне всегда вспоминается в этой связи. Лето 1979 года мы с Руфи провели в Иерусалиме, где в еврейском университете изучали еврит. В Израиле вы несколько беспорядочно узнаете новости из других стран мира, если они не касаются Израиля. Если в программе новостей остается время, то ведущие могут сообщить какую-то новость из другой страны. Если времени нет, тогда весь остальной мир игнорируется. Однажды мы услышали по радио новость о том, что с юго-востока на Флориду надвигается ураган. Если вы жили здесь в то время, то вспомните об этом. По-моему, это было в июле 1979 года. В ярких красках описывалось то, как в Майами люди заколачивают досками окна и наполняют свои ванны запасом воды. Затем на Ближнем Востоке разразился какой-то кризис, и мы так и не узнали, что произошло после этого, что, конечно же, было невыносимо. Но спустя 3-4 дня мне в руки попала газета на еврите. И я прочитал, что... Кстати, мы с Руфи молились молитвой власти. Мы говорили о том, как принимать постановления посредством божественной власти. Вместе мы молились о том, чтобы этот ураган изменил направление, чтобы Бог его отвернул в сторону. Больше мы об этом не слышали ничего, пока я не прочитал в той газете о том, что произошло именно то, о чем мы молились. Вопреки всем прогнозам, ураган отклонился и прошел мимо, оставив за собой лишь сильные ливневые дожди в той местности, где мы жили. На нашем занятии по изучению еврита мы даже читали статью об этом для практики. Пасха на еврите — это Песах, а производный глагол — Пасах. В какой-то газетной статье было использовано именно это слово. Там было написано, что ураган — Пасах, то есть прошел мимо Флориды. А студенты евреи не знали, что это значит. Я им сказал, кто-кто, а вы должны знать, что значит это слово. Оно значит то же, что и Песах. Вам угрожал суд, но затем он прошел мимо вас. Поэтому я всегда так ярко себе это представляю. Именно в этом была цель крови — сделать так, чтобы суд Божий отклонился от домов израильтян и прошел мимо. Теперь мы перейдем к следующему стиху. Это стих 29, где сказано о последнем достижении веры Моисея совместно с сынами Израилевыми. Мне кажется показательным то, что Моисей вывел оттуда сынов Израилевых тогда, когда они в каком-то смысле разделяли его веру. Я думаю, что вначале он действовал по своей вере. Но к тому времени, как он стал служить и разбираться с фараоном и египтянами, он привел свой народ к тому, что они смогли разделить его веру. Итак, в следующем, 29 стихе, говорится не только о том, что сделал Моисей, но и о том, что сделали сыны Израилевы. На самом деле, здесь сказано они, но мы понимаем, что это израильтяне. Верой они перешли сквозь Черное море, как по суше, а египтяне, попробовав сделать это, утонули. В чем здесь состоит достижение? В переходе Черного моря, как по суше. Если хотите знать, где находится это описание, то это книга Исход, 14 глава стихи с 21 по 29. Кстати, если у вас новый американский стандарт с полными примечаниями на полях, то там указаны все эти параллельные места. Действием веры был именно переход через Черное море. Это началось тогда, когда Моисей протянул свой жезл. По-моему, я уже подчеркивал на предыдущих занятиях, что вера всегда должна выражаться каким-то действием. Пусть это будет очень простое действие, но вера без дел мертва. В данном случае, простым действием Моисея стало то, что он всего лишь протянул свой жезл над Черным морем. Когда он это сделал, Бог послал ветер, разделивший воды. Мы уже рассматривали результаты в каждом случае. Что было совершено в данном конкретном примере веры? В данном случае, результат состоит в окончательном отделении от Египта. Думаю, важно понимать, что израильтяне были спасены в Египте посредством крови, но они были отделены от Египта посредством воды. В 10 главе 1 послания к Коринфянам Павел указывает на то, что это имеет явное отношение к нам, как к христианам. Я бы хотел на минуту открыть 1 послание к Коринфянам, 10 главу. Заложите пальцем 11 главу послания к Евреям, мы к ней еще вернемся. Всего лишь первые 2 стиха 10 главы 1 послания к Коринфянам. Потому что я не хочу, братья, чтобы вы были в неведении. По-моему, я уже не раз указывал на то, что когда Павел говорит, я не хочу, чтобы вы были в неведении или незнании, то в большинстве случаев современные христиане пребывают в неведении именно о том, о чем он не хочет, чтобы они были в неведении. Так что за последние 19 веков ситуация не сильно изменилась. Я не хочу, братья, чтобы вы были в неведении о том, что все наши отцы были под облаком, и все прошли сквозь море. Это Красное или Черное море. А облако — это то таинственное облако, которое сошло на них, когда они подошли к водам Черного моря, а затем, в течение последующих 40 лет, вело их сквозь пустыню. Облако — это очень яркий символ Духа Святого. В следующем стихе Павел говорит, «И все крестились в Моисея в облаке и в море». Итак, и облако, и море символизируют крещение. И далее в этой главе Павел говорит о том, что нужно следовать всем этим примерам. Давайте на минуту зададим себе вопрос, что символизируют эти два крещения. Заметьте, здесь сказано, что они крестились в Моисея. Этим двойным крещением они отделились, став последователями Моисея. Помните, что слово «крестить» в основном означает «погружать». Поэтому, придя к водам Черного моря, они прошли двойное погружение. Здесь это приведено в таком порядке — в облаке и в море, что, как я понимаю, символизирует крещение Духом Святым и водное крещение. На израильтян сошло облако, и все они прошли сквозь него. Они погрузились в облако, сошедшее на них свыше. И почти в каждом месте книги деяний, в котором говорится о том, как люди крестились Духом Святым, утверждается, что это сошло на них свыше. Это очень яркий образ. Но затем они сошли в море, прошли сквозь него и вышли на другом берегу. Это очень яркий образ водного крещения. Они сошли в одном месте, а вышли в другом. Они сошли, как беженцы, а вышли, как победители. Когда они вышли, то были новым народом, с новым лидером, новыми законами и новой целью. Вот какой яркий образ того, чем должно быть водное крещение. Вы сходите в одном мире, а выходите в другом. Во Христе вы прошли через смерть к воскресению и к обновленной жизни. Возвращаясь к одиннадцатой главе послания к евреям, я хочу подчеркнуть, что от Египта израильтян отделила не кровь. Кровь спасла их Египте, но именно вода окончательно отделила их от Египта. Египтяне не смогли пройти именно сквозь воду. Лично я верю, что это раскрывает очень важный аспект водного крещения. Оно является окончательным актом отделения от старой жизни и старого мира. Я консультировал очень многих людей, чья проблема была в том, что их преследовала старая жизнь. И я всегда у них спрашиваю, «Вы были погребены? Вы воскресли?» Если нет, тогда у вас нет никаких законных прав на освобождение от этих проблем. Потому что Бог установил, чтобы отделение происходило именно так. Что касается меня, то я вспоминаю 1942 год. Я был христианином немногим больше года. В основном я этот год провел в пустынях Северной Африки, где не было воды, в которой можно было бы креститься. Во всяком случае, там не было никого, кто мог бы меня крестить. Затем я получил разрешение на отлучку из армии и поехал в Иерусалим, где оказался в руках одного миссионера-пятидесятника и его семьи. Они стали настойчиво говорить мне о водном крещении. Я все еще пытался привыкнуть ко всему тому, что Бог уже сделал в моей жизни, и был не уверен в том, что готов к чему-либо большему. Они сказали, «Мы отвезем вас к Иордану, и там крестим». Многим людям это, наверное, показалось бы очень романтичным, но не мне. Мне эта идея не понравилась. Однако я думаю логически, и, посмотрев в Писание, я увидел, что в нем говорится об этом, и этого никак не избежать. Я сказал, «Хорошо, я это сделаю. У меня до сих пор есть две фотографии с этой церемонии. Если вы были в Израиле, то знаете, что в реке Иордан нет ничего романтичного. Она очень грязная, особенно ее дно, которое покрыто слоем ила примерно в 15 сантиметров. На нем очень трудно стоять. И почему-то, хотя я уверен, что это было оправдано, мне дали не белую мантию для крещения, а черную. Они подчеркивали не воскресение, а смерть. Итак, я вошел в реку, и на первой фотографии видно, как я стою рядом с пастором в воде. На второй фотографии виден пастор и брызги, где был я. У меня есть фотографии, полностью доказывающие то, что я был действительно погребен. Я хочу сказать то, что переживал удивительные события, связанные со спасением. Полностью и радикально преобразовалась вся моя жизнь и личность. Я был спасен от греха, но в разуме у меня все еще оставалось много воспоминаний о старых греховных поступках. Я не был ими скован, но и полностью свободен от них тоже не был. У меня не было никаких теорий о том, что должно произойти после водного крещения, но я лишь знал, что должен его принять. Спустя какое-то время я осознал, что когда я вошел в воду, то эти воспоминания были похоронены. Поднявшись, я освободился от них. Понимаете, если Христос в вас, то тело мертво по причине греха, а дух жив по причине праведности. Это новое рождение. Но какой позор оставлять лежать мертвое тело и не погребать его? Если вы изучите Новый Завет, то увидите, что ученики всегда и сразу же погребали людей через крещение. Это делалось без промедления. В день Пятидесятницы было крещено сразу три тысячи человек. Когда Филипп встретился с Евнухом по дороге в Газу, они даже не стали ждать, когда приедут. Евнух сказал, «Возле дороги есть вода, крести меня». Самым драматичным случаем я считаю тот, когда в Филиппах землетрясение освободило узников и принял спасение темничный страж. В Писании сказано, что он и его домашние приняли крещение в ту же ночь. Они даже не ждали рассвета. Я думаю, что большинство из нас утратило чувство срочности, связанное с крещением. Запишите свое имя, и мы воскрестим, когда будем проводить крещение. Но это не соответствует Новому Завету. Или я это сделаю, когда посчитаю нужным. Должен вам сказать, что Иисус выразился очень ясно. Кто будет веровать и креститься, спасен будет. Он ничего не сказал о том, кто будет веровать, но не крестится. Я не говорю, что такой человек не спасен, но говорю, что он приступает к благодать Божью. Давайте снова посмотрим на наш план конспект. Результат. Окончательное отделение от Египта. Это прототип водного крещения. ПП-14. Принцип номер 14. Начатое в вере должно завершиться в вере. Я думаю, это очень важно. Они были спасены верой в кровь, но не могли найти никакого другого способа, чтобы завершить свое спасение. Им пришлось и дальше поступать по вере. Я видел, как у многих людей начинались трудности, когда они начинали в вере, а затем возвращались к своим естественным способностям и естественному мышлению. Думаю, такая же проблема была у галатов. Неужели вы такие глупые? Неужели, начав духи, вы теперь стремитесь стать совершенными благодаря плоти? Думаю, это важный урок для нас сегодня. Мы можем завершить начатое в вере, только продолжая действовать в вере. Здесь я цитирую два последних стиха десятой главы послания к евреям, где нам даются два варианта. Либо продолжать действовать в вере для спасения, либо повернуться назад для гибели. Очень важно сделать этот выбор. Далее, в тридцатом стихе говорится о том, чего достигли израильтяне, войдя в землю обетованную во главе со своим новым лидером Иисусом Новином. Это очень короткий стих. В веру упали стены Иерихона после того, как их семь дней обходили. Вы помните, что стратегия взятия Иерихона состояла в том, что все израильтяне мужского пола должны были в течение шести дней обходить город один раз в день, а в седьмой день семь раз. Сколько это составляет в сумме? Тринадцать раз. В конце тринадцатого обхода при звуке трубы священника все люди должны были воскликнуть. Но до этого восклицания они не должны были ничего говорить. Это была настоящая проверка дисциплины, а особенно если вы знакомы с евреями, ведь для них самое сложное это молчать. Не знаю, летали ли вы рейсами авиакомпании Эль-Аль, но на них многие пассажиры стоят в салоне самолета всю ночь и разговаривают друг с другом, вместо того, чтобы просто молча сидеть. Поэтому в Иисусе на вине действительно что-то было, раз он сумел заставить их молчать в течение семи обходов вокруг Ерихона. Затем они издали возглас и стены Ерихона рухнули. Я указал параллельное место книга Иисуса на вина шестая глава стихи с пятнадцатого по двадцать первой. Это пример пятнадцать, а его результат полная победа Израиля без единого убитого или раненого. Принципы, которые я вывожу из этого, повторяют принципы семь и девять, которые вам уже следует знать. Принцип седьмой веру нужно исповедовать. И принцип девятый бог почитает исповедание веры. Их исповеданием был их возглас. Этот возглас был не настолько громким, чтобы привести к разрушению стен, но он привел на сцену бога. Он почтил исповедание, выраженное в их возгласе. Теперь мы переходим к тридцать первому стиху. И я считаю его в чем-то самым выдающимся примером веры из всего этого списка. Возможно, не столько веры, сколько благодати. Благодать обычно определяют как даровое Божье благоволение к тем, кто его не заслуживает. Мы заслуживаем наказание, но вместо него получаем благословение. Однако мы получаем его только по благодати. А отличительная особенность благодати в том, что ее нельзя заслужить. Если вы что-то заслужили, значит это не благодать. Именно в этом проблема очень многих религиозных людей. Им кажется, что благодать нужно зарабатывать. И поэтому так никогда ее и не получают. Потому что ее нельзя получить заработав. Мы можем многое заработать у Бога, но не благодать. Давайте посмотрим на этот пример. Верой Раа в блуднице не погибла с непослушными или неверующими. Это слово может означать и то и другое. Приняв с миром соглядатаев. Я указал параллельное место, но время подсказывает, что нам не стоит его читать. Книга Иисуса Новина, вторая глава, стихи с первого по двадцать первой и шестая глава, стихи с двадцать второго по двадцать пятый. Вы помните, что Иисус Новин послал двух соглядатаев перед израильским войском, чтобы те исследовали местность и придя в город Иерихон, они нашли убежище или приют в доме блудницы Раав. Я не совсем разбираюсь в древних обычаях, но очевидно, что женщин, содержащих поставилые дворы, называли блудницами. Другими словами, они сочетали в себе две эти профессии. Итак, это не обязательно означает то, что они пришли в бордель, они всего лишь зашли на постоялый двор, но его содержала Раав, что дает некоторое представление о нравах того времени. Затем Иерихонский царь, прослышав о том, что пришли саглядатаем, послал людей к Раав, чтобы она вывела саглядатаев и тех убили. Но Раав скрыл их у себя на крыше под снопами льна, которые там были разложены для того, чтобы они высохли и превратились в то, во что обычно превращается лен. Должен сказать, что Раав солгала. На самом деле, я не могу судить, насколько это было нравственно или этично. Что бы вы делали, если бы, находясь в нацистской Германии во время Второй мировой войны, приютили у себя на чердаке евреев, а затем к вам пришел нацист и спросил, у вас в доме есть евреи? Подумайте над этим вопросом, прежде чем критиковать Раав. Я всегда верил, что Бог по своей милости не поставит меня в такое положение, потому что, честно говоря, я не знаю, что бы я тогда сделал. Думаю, что я поступил бы так же, как Раав. Можете судить меня. Мне кажется, я бы никогда себе не простил, если бы предал невинных их жестоким убийцам. Видите ли, в жизни есть много таких ситуаций, о которых вам следует молиться, окажись вы у них, и не всегда решение дается легко. Некоторые религиозные люди представляют все черным или белым, но на самом деле все не так. В любом случае, она солгала. Она сказала, они здесь были, но ушли, гонитесь за ними, и вы их догоните. Избавившись от тех людей, она в тот же вечер поднялась наверх, чтобы поговорить с глядатаями, и тогда сказала одну замечательную фразу. Думаю, нам лучше это прочитать. Это во второй главе книги Иисуса Новина. Знаете, меня удивляет то, что среди людей, занимающих различное положение в обществе, есть очень проницательные люди. Они не ходят в церковь, вы бы никогда не посчитали их духовно развитыми, но иногда они говорят слова, которые проникают до глубины души. Рааф была из такой категории. Мы прочитаем главу вторую книги Иисуса Новина, восьмой стих, и дальше. Прежде чем они легли, то есть эти два разведчика, соглядатая, она поднялась к ним на крышу и сказала «Я Я знаю, что Господь отдал вам эту землю, и вы навели на нас ужас, и все жители этой земли пришли от вас в робость, потому что мы слышали, как Господь высушил воду черного моря». Она в этом не сомневалась, понимаете? Как она об этом узнала? Верой. Именно вера дала ей проницательность. Затем она сказала «Давайте договоримся». 12 стих «Поэтому я прошу, поклянитесь мне Господом, что как я обошлась с вами по-доброму, так и вы обойдетесь по-доброму с домом моего отца, и дайте мне истинное обещание». Одна из особенностей Рааф, которые меня потрясают, это ее большое сердце. Она хотела спасти не только свою жизнь, но и всех своих домашних. Я думаю, что некоторые неверующие люди, которые не ходят в церковь, гораздо милостивее некоторых постоянных посетителей церквей. Я всегда вспоминаю слова Давида, который, оказавшись перед выбором, сказал, «Я хочу попасть в руки Господа, потому что велика его милость». Таково и мое отношение. Если мне суждено оказаться в чьих либо руках, то пусть это будут руки Господа, а не церкви». Хорошо. Однажды я слышал, как Боб Мамфорт сказал, «У бармена Джо гораздо чем у многих членов церквей». Так и есть. Именно поэтому он хороший бармен, ведь он слушает рассказы о бедах всех людей. Вы знаете, что люди хотят найти кого-нибудь, кто будет просто слушать. Тринадцатый стих. «Что вы сохраните моего отца и мою мать, и моих братьев и моих сестер, и всех, кто есть у них, и избавите наши души от смерти». Эти людей сказали, «Наша душа если вы не расскажете об этом деле нашем. А когда Господь даст нам эту землю, мы обойдемся с тобой с добротой и верностью». Затем она спустила их по веревке через окно, потому что ее дом был на городской стене. Я хочу обратить на это ваше внимание. Так что она жила на стене, и она им сказала, «Идите на гору». 17 И те люди сказали ей, «Мы будем свободны от этой клятвы, которой ты заставил нас поклясться тебе, если когда мы придем в эту землю, ты не привяжешь эту алую веревку к окну, через которое ты нас спустила, и не соберешь в свой дом твоего отца, твою мать и твоих братьев и всех домашних твоего отца. И если кто-нибудь выйдет из дверей твоего дома на улицу, того кровь будет на его голове, а мы будем свободны. А кто будет с тобой в этом доме, того кровь будет на нашей голове, если его тронет чья-то рука». Это несколько напоминает церемонию Пасхи, не так ли? Во время церемонии Пасхи за кровью, не предлагалось никакой защиты. А здесь из окна должен был быть вывешен другой символ, алая веревка, но были защищены только люди в доме, за этим окном. Выйдя из этого дома, человек лишался своей гарантии защиты. Теперь позвольте задать вам вопрос. Для кого была вывешена в окне эта алая веревка? Кто должен был ее увидеть? Если вы прочитаете израильтян, наверное, она была нужна Господу. Она стала исповеданием Раав, символизирующим исповедание веры в крови Агнца. У наших друзей в Израиле есть маленькая дочь, которую зовут Шами, что на иврите означает Алая. Она названа в честь Алой нити, проходящей через всю Библию. Теперь давайте посмотрим, что произошло потом, ведь это очень знаменательно. Мы прочитаем в шестую главу, девятнадцатый стих из книги Иисуса Новина. Народ воскликнул, а священники затрубили в трубы, и как только народ услышал звук трубы, народ воскликнул громким голосом, и стена упала плашмя, так что народ вошел в город. Некоторые считают, что стена упала прямо в землю, она опустилась, как литв в подвал. Где же был дом Раави? На стене. Но ее дом не упал. Кто его защищал? Не человек, а Бог. Почему он его защищал? Потому что на окне была алая веревка. Посмотрите на стихи двадцать первый и двадцать второй. А двум юношам, высматривавшим землю, Иисус сказал, Пойдите в дом той блудницы, и выведите оттуда ее и всех, которые у нее, так как вы и поклялись. И юноши, которые были соглядаты ими, пошли и вывели Рааф и ее отца и ее мать и ее братьев и всех, которые были у нее. У нее было большое сердце и много веры. Они также вывели всех ее родственников и поставили их вне стана. Двадцать четвертый стих. Облудницу Рааф и домашних ее отца и всех, которые были у нее, Иисус оставил живых, и она живет среди Израиля до этого дня, потому что она укрыла посланников, следовать Иерихон. Но это не конец истории Рааф. У нее было предназначение. Откройте родословие Иисуса в первой главе Евангелия от Матфея. На самом деле, я считаю это одним из самых замечательных случаев в Библии. Во всей генеалогии Иисуса жены и матери не упоминаются за исключением двух женщин, и обе они не были израильтянками. Первая это Рааф, а вторая Руфь. Посмотрите на стихи пятый и шестой. У Салмона родился Ваоз от Раави. Итак, она вышла замуж за Салмона, одного из князей израильских, бывших одним из прямых предков Иисуса. А у Ваоза родился Авид от Руфи. Не знаю, было ли что-то в его крови, влекущее его к женщинам из языческих народов, но все это довольно интересно. У Авида родился Иисей, а у Иисея родился Давид, царь. Итак, она была матерью Ваоза и прабабушкой царя Давида. Теперь переходим к концу родословия в 16 стихе. У Иакова родился Иосиф, муж Марии, от которой родился Иисус, называемый Христос, или Мессия. Итак, Рааф была прямым предком Мессии. Вот почему я считаю, что в Библии нет более замечательного примера благодати Божьей, чем то, что Бог взял женщину, которая была блудницей, жившей в проклятом городе, обреченном на уничтожение судом Божьим, защитил ее и всю ее семью, дал ей выйти замуж за князя Израиля, стать матерью Ваоза, прабабушкой Давида и предком Мессии. Поэтому никогда не устанавливайте границы благодати Божьей, она безгранична. Если у вас есть неспасенные родственники, то вас это должно ободрить. Ведь я верю, что отец в каком-то смысле имеет право востребовать свою семью для Господа. Рааф не была отцом, просто у нее было большое сердце и много веры. Я думаю, что обе эти особенности идут вместе. Иногда я задаю Господу вопросы о некоторых людях, которых он использует в церкви. Конечно, вы бы так никогда не поступили, но я думаю, Господь, почему именно он? Я вижу в нем столько недостатков. Я не раз чувствовал, как Господь не отвечает. Я не смог найти никого другого, кто бы мне поверил. Затем я заметил, что обычно у людей с верой есть большое сердце. Возможно, у них есть другие недостатки. Поверьте мне, что людям, которые на какой-то проект для Господа добывают миллионы долларов, это дается нелегко. Это требует большого напряжения, много молитв и упорного труда. Почему они это делают? Потому что у них большое сердце. Вот почему. Это относится не ко всем, но обычно так и есть. Помните, Бог смотрит на сердце, а не на внешность. Теперь давайте посмотрим на ПП-7 и ПП-9, хотя мы их уже читали, и нам больше не нужно о них говорить. Алая веревка Рааф была ее исповеданием. Теперь следующий принцип, который мы еще не видели. ПП-15, и он последний в нашем списке. Наш ответ представителям Бога считается нашим ответом Богу. Соглядатые были Божьими представителями. Видя, как Рааф с ними обошлась, Бог посчитал, что она также обошлась и с ним самим. Посмотрите на одно из трех мест писания, указанных здесь. У нас нет времени рассмотреть два остальных, так что можете прочитать их самостоятельно. Евангелие от Луки, 10 глава, 16 стих. Иисус посылает учеников и говорит им следующее. «Слушающий вас слушает меня и отвергающий вас отвергает меня, а отвергающий меня отвергает пославшего меня». Это серьезные слова. Будьте внимательны в том, как вы обращаетесь со слугами Божьими. Большинство из них несовершенны, но тем не менее, они его представители. Ваше отношение к ним будет засчитано, как ваше отношение к Богу. Продолжаем в послании к евреям 11 главе 32 стихе. «И что мне еще сказать? Мне бы не хватило времени рассказывать о Гидеоне, Вараке, Самсоне, Иефае, Давиде, Самуиле и Пророках. Думаю, у него была та же проблема, что и у меня, ему не хватало времени. Здесь автор приводит другие примеры веры, но говорит, у меня нет времени говорить обо всем этом подробно. Однако он их упоминает, веры». Затем в последующих шести стихах он подводит окончательный итог их многочисленных достижений веры. Сейчас я это переведу. Он говорит о них. «Которые верой побеждали царство, вершили правосудие». Можно сказать, вырабатывали праведность, но я думаю, что здесь имеется в виду вершили правосудие. «Получали обетование, заграждали пасти львов, угошали силу огня, избегали острия меча, укреплялись от слабости, были сильны в сражении, отражали нашествие чужих. Женщины получали своих умерших воскресшими. Другие были замучены, не приняв освобождения, чтобы получить лучшее воскресенье. Другие переносили поругания и побои, а также узы и темницу. Они были побиваемы камнями, искушаемы, перепиливаемы надвое, погибали от меча. Они скитались в овечьих шкурах, в козьих кожах, терпя лишения, притеснения, страдания, те, которых весь мир не был достоин, скитаясь по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли. Приличный список, не так ли? Я не стану его подробно разбирать, а лишь зачитаю по очереди их достижения, так что у вас будет хорошая возможность после этого самостоятельно их изучить. В новом американском стандарте почти каждому упомянутому случаю указано параллельное место в Ветхом Завете. Итак, читаем список достижений, указанных в плане конспекте в конце страницы 11 дробь 5 Они побеждали царство Я указал конкретные примеры Варак, Гедеон, Иефай и Давид Они вершили правосудие Это относится по сути ко всем судьям и к Давиду Они получали обетование Вероятно, это относится ко всем а особенно, как мне кажется, к Гедеону и Давиду Они заграждали пасти львов Очевидный пример этого Даниил Они угошали силу огня Седрах, Месах и Авденага Избегали меча Я привожу примеры Ильи и Даниила Но можно добавить и Давида Мертвые дети возвращались к жизни Илья и Елисей Затем этот удивительный список Они переносили мучения поругания побои узы темницу Их били камнями перепиливали надвое Были убийства изгнания лишения притеснения жизнь в скитаниях Я здесь написал Найдите примеры самостоятельно Большинство из них можно найти в Ветхом Завете в основном в исторических книгах В Ветхом Завете вы не найдете упоминаний о перепиливании надвое Но согласно древнему преданию Именно именно так поступил с пророком Исаии царь Манасия сын Езекии Его поместили в пол и ствол дерева а затем этот ствол перепилили Так что не исключайте это думая о том что вы сможете достичь веры У некоторых людей очень ограниченное представление о том что они могут сделать верой Сюда относится принцип ПП-16 Вера проявляется различными способами соответственно тому как Бог распределяет веру Очень важно чтобы у нас не возникало ограниченного узкого видения того что может сделать вера Давайте на минуту откроем послание к римлянам 12 главу 3 стих Павел говорит По данной неблагодати я говорю каждому из вас не думайте о себе больше чем следует думать но думайте так чтобы иметь здравое суждение поскольку Бог каждому уделил меру веры Здесь Павел раскрывает три важных момента об истинной вере Ведь существует и некая ложная религиозная вера которая не дает таких же результатов По сути вера сопровождается смирением Те люди которых в Евангелиях Иисус больше всего хвалил за веру были очень смиренными Серафи Никиянка сказавшая Господи я всего лишь собака но мне нужна только крошка она получила наибольшую похвалу за веру среди всех людей в Евангелиях О женщина велика твоя вера да будет тебе по желанию твоему Пожалуйста только скажи мне чего ты хочешь Еще был римский сотник который сказал Я не достоин чтобы ты вошел под мой кров но стоит тебе сказать слово и мой слуга выздоровеет Иисус ему сказал Я не нашел такой большой веры нигде в Израиле Довольно интересно не так ли? Это два выдающихся примера веры Эти люди не были израильтянами Похоже что отношение фамильярности к религии притупляет ее воздействие Я думаю что это верно в отношении многих современных христиан Второй особенностью веры о которой говорится в послании к римлянам 12 главе 3 стихе является то что она позволяет нам иметь здравое суждение Люди имеющие настоящую веру поражают меня тем что они очень прагматичны Они не говорят красивых фраз не фантазируют Они говорят все как есть И знаете кто еще так делает? Дух Святой Когда ко мне для молитвы выходят люди говорящие красивые фразы Я падаю духом Я думаю Господь здесь ничего не выйдет Помню как несколько лет назад за исцелением вышел один мужчина Я спросил у вас есть вера Он ответил у меня море веры С этой минуты я понял что он не исцелится И так и произошло Вам нужно не море веры а всего лишь капля веры Третий принцип из этого стиха заключается в том что Бог уделил каждому определенную меру или долю веры У всех нас разный объем веры У всех нас разный тип веры В теле Христовом большое разнообразие и я рад что это так Мне не нравится быть среди людей которые говорят одинаковым религиозным языком и все одинаково одеваются Увидев одного из них вы увидели их всех Позвольте привести примеры за пределами тела Христова Если вы увидели одного мормона то по сути вы увидели всех мормонов Они все похожи Я уважаю мормонов за многие особенности но они штампуют людей по одному образцу Бог не обращается с людьми таким образом Если хотите быть в теле Христов тогда вы должны научиться терпеть некоторых странных людей Не все они такие как нам бы хотелось Принцип заключается в следующем Бог уделил вам такую меру что он вам поручил Понимаете Если вам придется скитаться в козьих кожах тогда Бог уделит вам именно такой тип веры Но если он захочет чтобы вы воскрешали мертвых тогда возможно это будет другой тип веры Вы узнаете для чего нужна ваша вера только когда найдете свое место в теле Христовом Ведь далее в этой же главе Павел говорит что у нас много членов но одно тело и не у всех членов одинаковая функция поэтому вашей функции соответствует ваша вера Если вы прилагаете усилия стараясь получить веру тогда почти наверняка вы занимаете не свое место в теле Вероятно вы палец ноги который старается быть пальцем руки но так не бывает Если вы не думаете о вере если ваша жизнь это не постоянная борьба за веру тогда возможно вы в правильном месте Понимаете моей руке нетрудно действовать как рука мне даже не нужно думать о том что я хочу сделать своей рукой Но если бы я решил поднять свою Библию пальцами ноги тогда мне было бы тяжело Итак я это говорю чтобы показать что в жизни с Богом существует полная согласованность между вашей верой и вашей функцией Мы подошли вы вы можете в это поверить Мы подошли к двум последним стихам Это своего рода подведение итога жизни всех этих великих героев Ветхого Завета Стихи 39 и 40 Все эти засвидетельствованные посредством веры не получили обещания Обратите внимание что они получили обетование но не получили обещания Что же могло стать совершенным Все вращалось вокруг Него Он ответ на все У Бога нет множества ответов У Него есть один ответ И это Иисус Почему они не получили обещания Стих 40 Потому что Бог обеспечил или предусмотрел нечто лучшее для нас Значение корня этого слова предусмотреть что-либо и соответственно обеспечить этим Чтобы они не без нас сделались совершенными Давайте кратко рассмотрим комментарии к этим стихам Все вышеперечисленные получили похвалу от Бога за свою веру но не окончательное завершение Совершенство могло быть достигнуто только через смерть и воскресение Иисуса На самом деле существует два вида спасения Ветхозаветное спасение и новозаветное спасение Ветхозаветное спасение смотрит вперед на то что еще не завершено готовясь к этому посредством образов прототипов и пророчеств Оно не давало ясной картины а только не четко показывало что там что-то есть Люди того времени получали об этом некоторое представление но не могли понять каким оно будет на самом деле новозаветное спасение оглядывается назад на историческое событие распятие смерть погребение и воскресение Иисуса до того как это произошло люди спасались только по снисхождению Божьему потому что окончательное условие для прощения грехов еще не было выполнено ранее автор послания к евреям говорил что все ветхозаветные жертвы были ежегодным напоминанием о грехах например жертвы в день очищения покрывали грех сроком всего на один год пока не придет время приносить новую жертву в следующий день очищения однако даже это спасение не является совершенным до воскресения тела хотя мы оглядываемся назад на то событие благодаря которому стало возможным совершенное спасение мы все же смотрим вперед ожидая его завершения это всегда происходит с нами когда мы принимаем хлебопреломление или причастие мы совершаем его воспоминание о смерти христа то есть оглядываемся назад пока он не придет то есть смотрим вперед возможно вы уже слышали как я это говорю но это очень живое и яркое выражение во время причастия все второстепенное становится незначительным у нас нет прошлого кроме креста и нет будущего кроме пришествия таков принцип божий все мы постоянно вынуждены чего-то ждать в первом послании к фессалоникийцам сказано что народ божий ожидает мы ожидающий народ для чего нужно больше веры чтобы действовать или ждать поверьте мне ожидание требует гораздо больше веры это один из способов каким нам приходится проявлять свою веру мы должны ожидать прихода господа далее здесь сказано не без нас бог намеренно делает так чтобы его рабы зависели друг от друга и так все эти великие ветхозаветные герои не могли получить то чего так ожидали пока мы не вошли в свое дело я думаю и это всего лишь мое личное мнение что церковь не войдет в свое полное наследие пока израиль не войдет в свое поэтому мы тоже зависим от того что бог хочет сделать для израиля и наконец завершая рассмотрение плана конспекта этой главы обратите внимание как на протяжении всей главы подчеркивается наследие и совершенство вы помните что они взаимосвязаны есть еще одно ключевое понятие связанное с наследием и совершенством правильно покой в своем наследии мы обретаем покой и таким образом приходим к совершенству все послание к евреям как я уже многократно подчеркивал имеет направленность вперед и вверх эта книга не о людях которые оглядываются назад ее основная идея такая не останавливайтесь двигайтесь дальше вы еще не достигли совершенства впереди вас ждет наследие и вы не обретете истинный покой пока не войдете в свое наследие теперь сделав глубокий выдох удовлетворение мы переходим к 12 главе позвольте перевести первый стих а затем мы его прокомментируем поэтому и мы имея такое большое облако свидетелей огружающие нас отложив в сторону всякое бремя все тяжелое а также опутывающий нас грех давайте с упорством или настойчивостью бежать предстоящую нам дистанцию на самом деле это слово означает состязание или борьба но мы с вами знаем что это дистанция потому что ее бегут и так здесь сочетаются два понятия которые невозможно сочетать в английском языке первое понятие состязание в беге а второе участие в борьбе или сражении мы не можем их объединить вернемся к вашему плану конспекту где я указываю на то что это девятый отрывок со словом давайте давайте что давайте бежать с упорством повторение слова давайте это очень заметная особенность послания к евреям именно так мы должны отвечать на призыв двигаться вперед как я указывал ранее это слово символизирует решение а точнее совместное решение именно поэтому тело должно быть едино ведь мы либо будем двигаться вперед вместе либо не сдвинемся с места девятый отрывок со словом давайте находится здесь в начале двенадцатой главы давайте бежать с упорством в двенадцатой главе нам еще предстоит десятый отрывок со словом давайте давайте проявлять благодарность или милость кроме того с первого стиха начинается шестой отрывок из тех которые я называю отрывки с практическим применением всего их семь мы уже рассмотрели пять а теперь подошли к шестому и он начинается со слова давайте практическое применение такое продолжайте действовать будьте дисциплинированы будьте сильны стремитесь к миру и святости пожалуй я повторю это еще раз это мой вывод продолжайте действовать будьте дисциплинированы будьте сильны стремитесь к миру и святости давайте кратко прокомментируем первый стих который бросает много вызовов Как и многие другие главы в книгах Нового Завета, это начинается со слова «поэтому». Возможно, у вас другой перевод, но в этом сказано «поэтому», поскольку мы имеем такое большое облако свидетелей, окружающее нас. Я уже говорил много раз, и некоторые из вас могут это сказать лучше меня, что когда вы встречаете в Библии слово «поэтому», вам следует выяснить, почему оно здесь, ведь оно всегда связано с чем-то, что было перед этим. Оно указывает на практический результат или применение вышесказанного. Я думаю, что слово «поэтому» в начале 12 главы относится ко всему списку достижений веры в 11 главе. Что нам делать в свете всех этих записанных достижений веры? Ответ – бежать с упорством, предстоящую нам дистанцию. Однако оно также относится к слову «свидетели», где сказано, что мы имеем такое большое облако свидетелей, окружающее нас. Я так понимаю, что фраза «окружающее нас» означает «над нами и вокруг нас». Вот мое представление. У слова «свидетели» есть два значения, о которых говорится здесь. Во-первых, это те, кто свидетельствуют о победах веры. Они являются свидетелями того, что может сделать вера. Во-вторых, это слово указывает на образ зрителей, на состязании в беге. Помните, что в древнем мире, как в Римской, так и в Греческой империи, часто проводились спортивные состязания, проходившие на больших стадионах, расположенных в центре крупных городов, и вмещавших тысячи людей на сидениях по всей окружности стадиона. Возникает такой образ. Мы бежим дистанцию, а вокруг на трибунах за нами наблюдают свидетели, приободряя нас. Когда мы падаем духом, то смотрим вверх и видим там Моисея. Моисей говорит «Я это сделал, и ты тоже можешь. Ты можешь это сделать. Только смотри на невидимое, не отводи глаза в сторону». Я поместил здесь небольшую историю. Недавно я прочитал ее в книге, которая меня очень тронула. Я привожу пример одного молодого игрока в крикет. Помните, что я был воспитан на крикете, а бейсбол я вообще не понимаю. У них есть некоторые общие черты. Они оба летние игры, и оба очень медленные. Вы больше времени стоите и ничего не делаете, чем собственно играете. Я удивляюсь, что англоговорящий мир терпит эти игры. Но неважно. Я вырос, играя в крикет. Мои родители говорили, что всегда можно было определить, какое сейчас время года, потому как я обращался с камнями. Если я пинал их ногой, значит это была зима. Если я их поднимал и катал в руках, то они знали, что сейчас лето. Это история об одном человеке, который был очень успешным и известным игроком в крикет. Поверьте мне, в Британии перед Второй мировой войной быть успешным игроком в крикет означало быть известным. Каждый день в газетах писали об игроках в крикет, выступающих за сборную Англии. Вы знаете, что один выдающийся игрок в крикет стал выдающимся миссионером? Знаете, как его зовут? Си-ти-стат. Он играл в крикет за команду Кембриджа и за сборную Англии. Все мальчишки того времени считали это наивысшим достижением. Позже этот игрок в крикет полностью ослеп, но у него был сын, который пошел по его стопам и тоже стал очень хорошим игроком. Затем его отец умер, а через день или два после этого должен был состояться матч в крикет. Все ожидали, что сын не будет играть, потому что недавно умер его отец. Однако он вышел на поле и играл еще лучше, чем прежде. Его друзья спросили, почему ты так хорошо играл сразу после смерти отца? А он ответил, а как же, ведь сегодня отец впервые видел мою игру. Я думаю, это согласуется с этим образом свидетелей. Я действительно верю, что умершие до нас каким-то образом знают о том, что происходит сейчас. Как им это удается, я не стану вам объяснять. На самом деле я не могу, потому что сам не понимаю. Но я нахожу огромное утешение, думая обо всех пророках. Вот Иеремия, Иезекииль, Даниил, и все они нас хвалят, аплодируют нам и показывают нам пример. Для того, чтобы успешно пробежать эту дистанцию, нам нужно отложить в сторону две вещи. Первая – это ненужные бремена. А вторая – грехи, которые нас опутывают. Если вы представите себе бегуна, то такими грехами может быть то, что опутывает его тело, особенно ноги, и мешает свободно двигаться. Очевидно, что таким образом он не может успешно бежать. А ненужными бременами может быть то, что он засунул себе в карман. Возможно, он взял с собой свой бойскаутский нож, или носит с собой деньги, или еще что-то. Думаю, что, глядя на профессиональных бегунов, нам нужно понять, что они сняли с себя все, что можно, оставив лишь минимум вещей. На них нет ни грамма ненужного веса, потому что он ухудшит их результат. Поэтому, автор послания к евреям говорит, что нам нужно отказаться от грехов, от всех этих вещей. Они нас опутают, свяжут и будут удерживать. Но, кроме того, мы должны отложить в сторону бесполезные бремена. И я здесь написал, придумайте примеры. Я немного расскажу вам о себе. Одна из сфер, в которых я проявляю особое внимание, – это мой разум. Я не загружаю свой разум чем-то ненужным. Я не позволяю людям захламлять своим мусором мой чердак. Я не говорю, что это один из таких примеров. Но я бы не смог идти проповедовать сразу после того, как посмотрю телевизионную программу. Я бы так не смог. Я смотрю телевизор очень редко. И поэтому он оказывает на меня большое влияние. Посмотрев его, я даже не могу заснуть ночью. Я не такой, как вы. И я не говорю, что вы должны быть такими, как я. Но в моей жизни это одно из условий для того, чтобы быть успешным учителем. Я должен обрезать свой разум, чтобы в нем не было никаких ненужных бремен. А как насчет чрезмерной болтливости? Это не совсем грех, но она может совершенно заглушить вашу духовность. Некоторые люди целыми днями сидят на телефоне. Так получилось, что я ненавижу телефон. Поэтому для меня он не является искушением. Конечно, я не говорю, что все должны быть, как я. Если вам когда-нибудь удастся поговорить со мной по телефону, то это будет что-то вроде чуда. Потому что у меня действует система защиты от телефонных звонков. Я не хочу сказать, что все должны быть такими, как я. Потому что многим людям это бы не подошло. Но мне интересно, если бы вы сели и задумались. Пытаюсь ли я бежать дистанцию, неся что-то в карманах? То что бы это было? Понимаете, возможно, это и не грех. Но все же это не позволяет вам бежать в полную силу. Если вас это волнует, то я предлагаю вам провести какое-то время с Господом и спросить у Него, несете ли вы что-то в своем кармане, что мешает вам бежать так, как следует. Давайте посмотрим еще на два отрывка, в которых говорится о христианской жизни, как о состязании в беге. Это один из известнейших примеров. Первое послание к Коринфянам, 9 глава, стихи с 24 по 27. Дорогой Павел, обратите внимание, как он начинает. Разве вы не знаете? Можно не сомневаться, что когда он так говорит, большинство людей этого не знает. Или, по крайней мере, они ведут себя так, как будто не знают. Разве вы не знаете, что бегущие на перегонки бегут все, но только один получает награду. Бегите так, чтобы выиграть. Для выигрыша в гонке существуют конкретные условия. Мы их либо выполняем, либо нет. Каждый участник состязаний воздерживается от всего. Как это верно в отношении современных спортсменов? И это воздержание касается всего – развлечения, чтения. Опытный спортсмен должен приступить к соревнованиям с правильным душевным состоянием. На самом деле, некоторые говорят, что это еще важнее, чем физическая подготовка. Я всегда привожу пример балерины, потому что я хорошо с этим знаком. Если вы хотите стать хорошей балериной, то вы должны следить за тем, что едите, с кем общаетесь, что читаете. Вы должны выработать в себе определенное мировоззрение, завести определенных друзей, и не заниматься некоторыми физическими упражнениями. Вам нельзя заниматься плаванием, потому что при плавании развиваются ненужные мышцы. В плавании нет ничего плохого. Просто оно не согласуется с избранной вами карьерой. Я это знаю, поверьте мне. Я был знаком с балеринами, которые больше преданы балету, чем большинство христиан, христианству. Они начали заниматься, когда им было по 4-5 лет. Позже нельзя. И после этого, в течение последующих 30 лет, они живут в строгом воздержании. И христиане тоже не смогут добиться успеха иначе. Условия просты. Павел говорит. Они это делают, чтобы получить венец тленный, а мы нетленный. Слово венец часто переводят как корона. Но это лавровый венок, который возлагался на голову победителя Олимпийских игр. Конечно, через один-два дня лавровый венок засыхал. Павел говорит, что мы бежим ради венца, который никогда не засохнет. Затем он продолжает, говоря о практическом применении. Поэтому я бегу не так, как без цели. При беге вы не можете себе позволить часто оборачиваться и оглядываться. Это губительно. А сколько христиан действует не в полную силу, потому постоянно оборачиваются и смотрят назад. Я боксирую не так, чтобы бить в воздух. Я знаю свою цель. Вот сколько лет, имея дело с силами зла, я был похож на боксера с завязанными глазами. Я просто размахивал кулаками, надеясь, что как-нибудь попаду в противника. Но мне это удавалось довольно редко. Затем Бог открыл мне глаза на невидимый духовный мир. Сегодня я довольно хорошо знаю свою цель и обычно успешно в нее попадаю. Я борюсь со своим телом и порабощаю его, чтобы, проповедуя другим, я сам не оказался неспособным. Позвольте заметить следующее. Тело — это замечательный слуга, но плохой хозяин. Вы должны решить, кто является хозяином, а кто слугой. Очень похожий образ есть и в третьей главе послания к филиппийцам. Но здесь Павел говорит в настоящем времени о самом себе. Стихи 13 и 14. «Братья, я не считаю, что я уже овладел этим, но я делаю одно — забываю лежащее позади и простираюсь к лежащему впереди. Я стремлюсь к цели ради награды высокого звания Божьего во Христе Иисусе». Опять-таки, обратите внимание на направленность вперед и вверх. Заметьте, как он старается сказать, что не оглядывается назад и забывает то, что позади. Теперь возвращаемся к нашему плану конспекту. Наше состязание в беге — это марафон, а не спринт. Здесь основное требование — это упорство или выносливость. Давайте откроем одно местописание, процитированное здесь. Послание к римлянам, 5 глава, стихи 3 и 4. «И не только в этом, но мы также радуемся в своих скорбях». Это относится к вам? «Слава Богу, у меня скорбь!» Вы так говорите? Почему же он радовался в своих скорбях? Потому что он знал, к чему это приведет. Зная, что скорбь производит выносливость. Хотите, я вам скажу, как научиться выносливости? Проявлять выносливость, иначе никак. Мы разговаривали с одним нашим другом-христианином о том, что мы пережили этим летом, когда нужно было снести стену внутри нашего дома и возвести ее заново. В течение двух месяцев весь дом был перевернут вверх дном. Было очень шумно и грязно. Нас спросили, чему вы научились? Я задумался на минуту и ответил. Терпению. Иначе никак нельзя научиться терпению. Только так. Вы должны что-то претерпеть. Продолжаем. Послание к римлянам, 5 глава, 4 стих. А выносливость производит подтвержденный характер. Существует много переводов этого, но это самый лучший. Есть большое различие между верующими и подтвердившими то, что они верующие. Легко говорить, я верю в исцеление, пока вы не заболеете. Именно тогда вы узнаете, верите ли вы на самом деле в исцеление или нет. А подтвержденный характер – надежду. Люди, вышедшие из испытаний победителями, являются оптимистами. Запомните это. Думаю, мы успеем рассмотреть еще один стих. Это второй стих. Так мы должны вести себя в этой гонке. «Отводя взор на основателя и совершителя нашей веры Иисуса, который ради лежащей перед Ним радости перенес крест, презрев позор, и воссел по правую руку от престола Божьего». Итак, ключ к успеху заключается в этих словах, отводя взор с себя на Иисуса. Я здесь указал параллельное место. Моисей проявлял упорство, как бы видя невидимого. Иисус выполнил двойную задачу. Он показал пример. Крест – это путь к престолу. И дал ободрение. Он может не только основать нашу веру, но и довести ее до совершенства. Почему бы вам самостоятельно не рассмотреть эти параллельные места? Послание к Ефесянам, 2 глава, стихи с 4 по 6, где сказано, что мы умерли с ним и с ним ожили. С ним воскресли, и с ним вас сели на престол. Помните, крест – это путь к престолу. Другого пути к престолу нет. А во втором послании к Тимофею, 2 главе, стихах 11 и 12, сказано, что если мы умерли с ним, то с ним и будем жить. Затем еще одно параллельное место. Книга Откровения, 22 глава, 13 стих. Иисус сказал, «Я есть Альфа и Омега, начало и конец, первый и последний». Здесь подчеркивается то, что Он все начинает, и в нем все доводится до совершенства и завершается. Это верно и в отношении нашей христианской жизни. Она начинается с Него и с Ним заканчивается. Мы имеем успех до тех пор, пока смотрим не на себя, а на него.